Всем привет! Сегодня я буду делать влагозаряд винограда в теплице, потому что здесь очень сухая земля. И считаю, что виноград, который должен расти в теплице, надо на зиму поливать. Я его, конечно, поливаю периодически, но сегодня решила хорошенько так пролить, чтобы виноград напился, скажем так, воды, чтобы на зиму у него хватило влаги. Чтобы вам было понятно, вот я копнула землю и сантиметров 20 земля здесь сухая, поэтому поливать нужно обязательно, что я сегодня и буду делать. Поливать буду обильно, потому что воды нужно много. Еще я периодически зимой, когда есть снег, в теплицу забрасываю снег. Он потихоньку тает и тоже поливает зимой виноград в теплице. Потому что если сравнить виноград, который растет на улице, то он влагу получает постоянно. Снег тоже падает, дожди, либо вот дожди падают, тоже земля влажная. То есть получается на улице земля, там где лежит виноград, постоянно влажная. И к корням поступает влага. Точно так же должна поступать влага и теплица. Поэтому я сегодня обязательно хорошенько здесь пролью. Ну и потом все равно периодически буду наглядывать. Потому что зимой все равно надо поддерживать землю влажную, чтобы она не пересыхала. Видите, у меня еще здесь виноград не осыпался. Хотя возревание лозы здесь вышло на метров пять, наверное, до самого-самого конца лоз. Но листья еще не все осыпались. На улице у меня виноград вообще еще зеленый стоит. Осень у нас в этом году очень теплая. Что, например, для моих саженцев осенней посадки даже очень хорошо. Немножко больше вызрела лоза. Вот. Ну, а в теплице, видите, пока что вот так. Я его еще даже и не обрезала. Еще дам ему время, когда осыпется полностью лист. Нарежу себе черенков. И на осень хочу посадить прямо на улицу. Черенков мне здесь не жалко, потому что это виноград из косточки. Ну, я хочу поэкспериментировать. Поэтому на зиму поставлю как черенкую розы под банку, так и хочу проверить этот виноград. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Посмотрим за таким экспериментом. Ну, вот видите, я дергаю лист, он еще не хочет опадать. Так что, влагозалив обязательно нужно делать. Листья я еще пока не убирала. Пусть они пока полежат. Когда все отсыпятся, тогда я все и уберу. Подписывайтесь на канал, следите за моим экспериментом про виноград из косточки. Еще чуть попозже я буду тоже садить новые сорта. Насобирала себе косточек из разных сортов. В этом году у нас в городе продавали на удивление даже пальчиковый виноград. И виноград, который я раньше абсолютно не видела, он очень красивый был. И надеюсь, что там косточки и более-менее вызревшие, и у меня хоть что-то прорастет. Вот такой вот у меня в будущем тоже будет эксперимент. Мне вообще понравилось выращивать из косточки. Посмотрим, чем это все лукнется. Здесь же у меня растет три куста, три кустика. И один уже дал в этом году сигналку на второй год. Он самый мощный, этот куст. Вот этому кустику два года. Два года, и он у меня вот такой вот огромный, сильно рослый. Очень жду следующего года. Мне прям самой не потерпешь узнать, что же здесь получится. Ягода получилась даже в этом году крупненькая. И если даже мне не сильно он понравится, я его оставлю как технический сорт. Посажу на дачу, и будем с него делать вино. Но надеюсь, что все-таки этот сорт будет столовым. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Посмотрим в будущем. Ну, а пока всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok